Добрый вечер! Апчхи грипп, знаете ли, явление социальное, между прочим, в том смысле, что наше с вами сознание включил эту проблему в свой оборот и пристально следит за ее развитием. Понимают ли это власти, официальные медики, кто и как пытается спекулировать на проблеме гриппа, вот давайте обсудим. Но для начала, краткий обзор прогноза того, что произойдет в Крае на первой неделе февраля. Кто забыл, февраль начался. В администрации тем временем продолжают подводить итоги и озвучивать планы. Во вторник в администрации Края подведут итоги работы системы госзакупок в прошлом году. В среду будут подведены итоги газификации региона и озвучены планы по продолжению этого процесса. В воскресенье все-таки состоится празднование десятилетия футбольной школы Алексея Смертина, перенесенная с прошлой недели из-за эпидемии гриппа. Участие примет сам Смертин и его друзья-футболисты. Ну а ну конечно, школа школой, дело полезное, но ведь сам Алексей Смертин давно присматривается к политической карьере. Напомню, он уже был депутатом КЗС, но правда на этом посту особо ничем не запомнился. Так вот, поговаривают, что на выборах сентябрьских он снова будет в качестве кандидата. Ну а теперь уже, бери выше в Государственную Думу, от какой партии, да я вас умоляю, понятно, от какой, от Единой России. Собственно, спортсмены в рядах единороссов и кандидатов и депутатов давно не редкость. Что ж, ясно, в условиях кризиса, а значит возможных проблем с поддержкой населения, привлечения таких людей, которые для всех связаны с чем-то приятным, спортивной победой, а не сомнительным, политика. Вот такие люди, партии, власти нужны, да, что и говорить. Посмотрим, подтвердятся ли слухи. Пока главной теме. Официально карантин по гриппу и ОРВИ ввели в регионе 27 января. Причиной таких мер послужило превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ на 47%. В крае было закрыто несколько школ и детских садов. Около 70% заболевших – дети до 14 лет. У двух, как минимум, пациентов, взрослых, к счастью, зафиксирован так называемый свиной грипп. Статистика меняется, ну, что называется, каждый час. Поэтому, возможно, данные устарели, но ясна тенденция. И, собственно, вот это определение свиной, грипп, народ ведь больше всего и пугает. Так-то эпидемии, карантин, у нас дело привычное. Каждый день случается, а тут иное. Ну, что сказать, постарались в свое время наши коллеги-журналисты и пиарщики, раздувшие, пропиарившие. Именно этот штамм известный теперь, кажется, по всему миру. Такой вот, откровенно говоря, пиар-продукт, такая вот пугалка всемирного масштаба. И, как обычно, с этой вот напряженностью, хорошо ощущаемой всеми посетителей, стальных ли сетей, пассажирами транспортов, где все разговоры об этом, да и просто с коллегами на работе говорим о том же. Так вот, вот с этим, несколько взвинченным настроением, контрастирует показное спокойствие наших властей, у которых ответ на все один. Ничего страшного не случится. Край ко всему абсолютно готов. Власти отмечают перебои с некоторыми противогриппозными препаратами в аптеках города. Прежде всего, это некогда рекомендованный Всемирной Организацией Здравоохранения именно против свиного гриппа Тамифлю. Но указывают, что для лечения гриппа подходят и другие. Среди них называются эндоферинка, гацел, арбидол. Кроме того, опровергаются случаи о якобы массовом заражении населения и тяжелом течении болезни. Собственно, я власти понимаю. Ну, не в части списка препаратов, среди которых, как минимум, арбидол публично подвергал сомнению его эффективность. И не в том, что, например, мало говорится о нехватке масок в аптеках и оксалиновой мазе. Ладно, это не так важно. Паники нельзя допустить. Вот что. Но ведь нельзя впадать, друзья мои, в другую крайность. Когда наши чиновники делают вид, что все хорошо-хорошо. И даже если это именно так, народ автоматически становится очень мало им доверяет. Так вот, как пройти между сциллой ажиотажа и харибдой железобетонной уверенности, рождающей недоверие? Вопрос. Тем более, что на пиаровском штамме возрастают и другие пиаровские продукты. Кто-то этим пользуется. И здесь игра идет совсем без правил. Так вот, внимание, осторожно, фальшивка будет. По социальным сетям и другим каналам коммуникации Края распространяется звуковой файл, в котором неназывающая себя женщина рассказывает, что власти замалчивают ситуацию, что в их больнице уже зафиксировано несколько летальных исходов. При этом ни номер больницы, ни даже город не называется. Завершается это звуковое письмо перечислением препаратов, которые якобы могут спасти. А реплика сегодня звучит так. Вот сфера медицины, та сфера, в которой без уверенности в помощи стороны государства нам с вами все-таки не обойтись. Хочется верить властям, и мне хочется, и нужно им, наверное, верить. Да, господа чиновники, сделайте так, чтобы поверить нам. Вам было проще. Ну, давайте признавайте наличие проблемы спокойно, рационально, по-человечески. И говорите, как с ней бороться, и что для этого делается, и что должны делать мы. Вот что нужно. Увидимся в пятницу. Здоровыми, надеюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok